Приветствую друзья! Компания Leet Shoe недавно отпраздновала свое восьмилетие и в честь этого знаменательного события выпустила всего 2024 улучшенных копий своих самых популярных наушников. Назвали модель скромно S12-2024 Edition. При этом внутри у них трудится все тот же 14,8-мм планарный излучатель, но в несколько модифицированной акустической камере. Обещают улучшенные низкие частоты, более четкие верха и значительный прирост в массе тембров. Будем смотреть и подробно с ними сегодня разбираться. Собственно поехали! Пришли наушники в дорого оформленной коробке с огромной цифрой 8 посередине. Внутри часть кстати куда более строгая. В комплекте шла документация, круглый плотный бокс из пластика, брелок для ключей, какой-то антистресс, пенки и два набора стандартных силиконовых амбушюр. Причем все металлическое здесь естественно раскрашено в позолоту, то есть блестит и привлекает внимание ворон. Кабель смотрится отлично. Он модульный, плотный, с хорошей гибкостью. Но главное у него всего по 15 сотых ома сопротивления на каждой из жил. То есть менять такой точно не нужно. Чашечки полностью сделаны из металла. Они небольшие, с отверстием для компенсации, стандартным по размеру звуководом и предельно простой внешней частью. Да, у меня все опять-таки в золоте, но бывает еще и цвет металлик и вот уж сюрприз синий. Сидят они удобно, выглядят дорого, но сразу скажу, это только позолота. Вот так, друзья, все это собственно и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 1,52 процента, что слегка превышает норму. Фаза ведет себя естественно, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить самостоятельно. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ, чуть менее выраженное выделение области разборчивости, акценты на имитации ушной раковины и псевдодетализации, большую яму и пик на 17 кГц, чтобы хоть чуть-чуть приподнять нам самый верх диапазона. Исходного файла для S12 у меня, к сожалению, не сохранилось. Однако на фоне S12 Pro и S15 отчетливо читается один и тот же таргет, близкий к кривой диффузного поля. Причем наша ревизия кажется более точной и с акустической точки зрения комфортной. На симгот ЕМ10, как видите, это совершенно не похоже, а вот с Яндин Кэнон 2 почти один в один. К такому графику и правда не докопаешься. На слух в них тоже легко узнается та самая кривая диффузного поля. Они конечно не такие яркие как симфонию PB10 и басов у новеньких S12 очевидно побольше. Однако на фоне предельно ровных планарных TRN Озер Dragon они мне кажутся жирнее, глубже, по аналоговому теплее и куда более выразительными. В минусы обновленной версии могу отнести только небольшую заглушенность, присутствующую на самом краю диапазона. Да, это добавляет в звук немного веса, подчеркивает низкие частоты и насыщает его объемом, но всяким тарелочкам, колокольчиком и прочей перкуссии чуток недостает воздуха и уходящих вверх резонансов. Изначально S12 наоборот были очень яркими и агрессивными, а их продолжения в лице S12 Pro вообще уходили в тотальное макро. То есть для S12 20-24 Edition производитель выбрал так называемый средний путь. С лучшим макро глубиной и насыщенностью, но сохраняя исходное разрешение, высокую динамику и скоростные атаки. Какой-то особой агрессии, за что ругали S12 в нашей версии, я лично не заметил. Нет и излишнего акцента на сибилитивных звуках. Что, так сказать, уже огромный успех. Даже рядом с флагманскими симфонио они мне показались гармоничнее, комфортнее на слух и, что еще важнее, заметно басовитее. У Озер Dragon звук легче, воздушнее, но чуть четче, чище и с немного лучшей разборчивостью. По мне так канисты R&M примерно одного поля ягода. Различия чисто вкусовые. А вот PB10 и стоят и звучат намного дороже. Относительно бюджетных дуду от компании KIN Hi-Fi мне и в этом случае сказать нечего. Слишком уж они тамбрально простые. Низкие частоты заходят здесь не очень глубоко, они текстурные и четкие, да и в трюке достаточно ощутимы. Но со своим типично планарным характером. В отличие от динамика им не хватает жирка, упругости и объема. Серединка представлена в основном своей верхней частью серьезно оттеняя нижнюю. Но такова специфика использованной в них настройки. Зато по разрешению, уровню прорисовки нюансов, выразительности и эмоциональной составляющей все просто отлично. Верха, как я уже отметил, у них слегка притушены. Со всеми, так сказать, вытекающими. Не что-то прямо криминальное, но на балансе это слышно. Мощность им нужно примерно, как и любым другим планарным наушникам, то есть серьезным таким запасом. Источник лучше подбирать подробный, техничный и в меру плотный по своему характеру. Портативные ЦАПы на примере того же SMSL D10 или 7 Гц Artemis 39 им вполне подойдут и смогут раскрыть модель, но только на балансе. Стилистические наушники более-менее универсальны. Они неплохо вам отыграют джаз, рок, всякое академическое, вокально ориентированное, разную электронику и тот же металл. Сцена тут на стандартном от слушателя расстоянии, то есть без какой-то излишней интимности. Прорисовка у тембров хорошая, слегка подсвечена мелодическая часть, довольно серьезный упор на выразительности и четкости у всех музыкальных образов. Однако в прозрачность, как те же Azure Dragon, они не уходят, делая ставку на естественность и акустическую достоверность. Ну и над свойственной планаром плоскостью производитель очевидно тоже поработал. Далеко не каждые наушники, друзья, так умеют. То есть лично меня здесь все устраивает. Звук в миру взрослый, вовлекающий, подробный и с тем самым жирком, которого не хватает очень многим планарным наушникам. Итогом обновленные S12 от компании Leet Shui притягивают взгляды. Хорошо сидят. Кабель у них из коробки отличный. Да и вообще насытили комплект, на мой взгляд, прямо по-королевски. Настройка привычный уже всем гибрид из Хармона и кривой диффузного поля. Близкая к популярнейшей модели Yanyin Canon 2. Звучат же наушники с элементами объема, глубины, прекрасной прорисовкой всяких мелких нюансов, акцентом на выразительности и конечно мелодической составляющей. Эмоционально они дают музыке раскрыться, привнося в звук немного магнетичности и драйва. Да, они не полностью уходят в разнос, но и не такие спокойные и нейтральные как Озер Драгон. Достойное решение, обновление на мой взгляд, однозначно удалось. А на этом у меня все. Это была модель Leet Shui S12-2024 Edition. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok